Жезл Арафеля Полностью вернув себе истинную силу, Жезл Арафеля дарует своему владельцу неизмеримую мощь. Жезл Арафеля На ну-ка стоять, парни! Нажимаю периодический квадрат, квадрат это, ну, я думаю, перезарядить, а он стреляет в пол. Вот такая вот привычка от шутеров. Там тоже было несколько ангелов, может быть. Стоило в них пострелять. Ну, вроде нет, нет, этот нет. Нам-ка еще... Опаньки. Че это у нас там интересное такое наверху? И как туда попасть? Можно так схватить? Ага. Кулаки Эль Азара. Один из немногих исключительных воинов мира людей с этим оружием. Эль Азар проложил себе путь через Горнила. Левая рукавица блеск Эль Азара, украшена символом глаза в память о его первой победе на арене, одержанной над циклопами. Правая мощь Эль Азара несет на себе руны первобытной силы. Эти две рукавицы дают владельцу уникальные преимущества. Враги дезориентируются от мощных ударов и получают тяжелейшие травмы в критических местах. Ну, нужно попробовать. Можно попробовать их поюзать. Не просто так же все-таки мы за ними поднимались. Но немного позже мы этим делом займемся. Сейчас у нас пока что автомат в использовании. Жезл Арафаэля теперь восстановлен. Ну, мне так хочется попросить тебя взять в руки это оружие и повернуть ход войны вспять. Но боюсь, что Разрушитель снова захватит его и использует в своих темных целях. Нет, лучше увези его из этого мира и отдай в руки белого воинства. А мы останемся здесь и будем сражаться до последнего. Я бы остался с тобой, Эль, но судьба моего брата заставляет меня выбрать другой путь. Ты проявил благородство. Добродетель, несвойственную таким, как ты. Но если я снова увижу его, война ответит за свои преступления. Он не мог сотворить такое с землей. И я позабочусь о том, чтобы его оправдали. Делай, что считаешь нужным, всадник. Но этот мир потерял. И ничто его не спасет. Что ты будешь делать теперь? А что будет с воинами небес, Уриэль? Со временем любой клинок становится тупым. На это я и рассчитываю. Демонам достанется еще больше, когда мы нанесем ответный удар. Так, ну, наверное, пусть они сами с ними разбираются, что нам тут задерживаться. Единственная атака спокойно... Ой-ой-ой. Гляньте там, поразит, как выскочил эффектно. Давайте глянем на карту еще разочек, что у нас тут, наверное, ничего больше, ничего больше делать, находить не нужно в этой локации. Единственное, почему... Точка, гляньте... А, она на любом этаже здесь отображается. Ну, окей. Мы бегаем дальше. И доп-задания у нас же здесь нет. Добыча советника. В любом случае, она тоже не здесь. Это дополнительная задача. Хм. Да, с пушкой уйти не получается. А хотелось ее с собой бы прихватить. Будь осторожен с тем, чего ты так желаешь, Архонт. Можешь забрать его. Жезл Арафеля. Я так долго этого ждал. Я чувствую его силу. Таким я его себе и представлял. В таком случае, ты легко расчистишь дорогу к своему замку. Дорогу? Нет. Я очищу весь мир. Он прогонит тень. Божественным светом. Если ты хочешь добраться до замка, тебе понадобятся крылья. Вот это становится интересным. Найди самого древнего книжника. Он все еще бродит по развалитам. Он может помочь тебе закончить поиски. Дадут поуправлять? Дадут. Круто. Серьезно. Вот это я не ожидал. Ну, вообще прям особо поуправлять как-то не получается. Получается только повречать камеру. Но тем не менее, все равно здорово. Что не заставка это сделано. А именно, ну, предоставляется возможность осмотреть этого грифона. Цитадель с флоновой кости. От ищите книжника. Следующая наша задача. Ну, давайте приступать. Давайте его искать. Что мне хотелось сделать, так это много погибших ангелов. Я смотрю ухода. Все в крови. Давайте поменяем, наверное, те вот перчатки. Помните, подобрал я. Что они собой представляют? Хочется мне глянуть. Так, карающие рукавицы инферно. Это не то. Кулаки Элязара. Вот оно. Ну, как-то опять показатели все падают. Странно, нашел я уже под конец эти перчатки. Ну, не то чтобы под конец, да. Тут уже много провели времени в игре. И хотелось бы, если помощнее попадалось оружие. Это что за черная жжа такая? Можно ли я? Ух ты, ух ты, ух ты. Вы видели, как жестко ушла жизнь? Больше я туда не полезу, конечно. Схватить не получается мне этот предмет. Чего делать? Наверное, может его расстрелять нужно. Чего делать-то? Ха-ха. А на душу не действует. Дело в том, что не наносится этому предмету фло. А, друзья, тут, по-моему, наверх есть ход. Вот я прозевал. Задачил он мне немножко эта статуя. Давайте покрутим рычаг. Так, ну да, вот чего-то уже и получилось. Это какая-то система защиты, видимо. Ну, интересно, интересно. Так, отпускай. Он никак не бросит этот объемитель. Ой-ой-ой, наверх я не хочу. Тут уж уже все сработало, можно двигать дальше. Симпатичненько. У нас есть путь наверх, а давайте посмотрим, чего там может быть. А, завалялось. Ага. Мы пока что не посмотрим. Преграждает путь. Какая-то зеленая эта фигагулина. Да, ну хватайся ты уже. А внизу? А внизу у нас пропасть. А внизу у нас пропасть. И снова здрасте. Тут у нас опять залито все это ерундой. Надо искать какие-то проходы. Почему эта дверь... А, вижу, решетка. Само вопросов нет. Эта дверь заперта решетка. И мы давайте искать тогда. О, что это за такие души? Куда они появляются? А они появляются ниоткуда. Ну, прикольно, кстати. Прикольный враг. Самое главное, что, конечно... Ну, конечно, то, что он легкий. Два раза махнул. И помер он. Но они, конечно, такие. Эффектно. Эффектное появление. С них неплохо. А, это я урон. Я думал, опыт. Че-то я запарился. Урона, конечно, он пистолета. Ему достаточно много наносят. Так, карающие когти инферно получены. И по показателям так все зелено. Но... Но есть подозрение, что... Все зелено по той причине, что у меня установлено на текущий момент слабое оружие. Опять, опять я путаю кнопку. Сейчас побежим наверх по лестнице. А вот там ангелы и живые. На той стороне отлично. Ой, ой, а это ангелы какие-то проклятые. Оскверненные. Да ну повернись-то к нему. Здесь нам не перебраться. В общем, придется бежать в любом случае наверх. Узелье здоровья получено. Хорошо. Хорошо. Неожиданно, как раз из врага с этого выпало. Чего тут на стене? А, это кровь. Подумал. Снова подсказки, связанные с лабиринтом. Но нет, это просто кровь. Но мне кажется, тут нам придется побегать. Ну, все будет непросто. Много этих чатей, а вот и противники. Да какие на колени. Ой-ой-ой. Гляньте, как сильно у меня тряпанул. Не, не нравится мне это оружие абсолютно. Перчатки. Но они как-то против летающих врагов еще не особо удобны в использовании. Сейчас, давайте посмотрим. Крающие когти. Нет, 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 нет. Все это. Блин, а что у меня было установлено? Вандершмяк, по-моему. Да, давайте ее так и оставим. Вандершмяк это серьезная штука. Ну, вот о чем я и говорю. Чего это за кристалл такой? Где-то тут припрятан еще сундучок. Наверное, вниз. Да, вот он он. О, карта подземелья. Великолепно. Сразу мы видим тут еще поблизости сундук. Это раз. Ну, что тут? Четыре этажа. Если считать вместе с подвалом. По стене. Сразу, когда я за сундуком бежал, увидел я этот проход. Но как-то сейчас немного заблудился. Тут такой долгий забег. Это получается души ангелов. И появляются они с ангелов. Я сразу не просяк этого момента. И теперь становится все ясно и понятно. Угу. 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 вниз нужно или не нужно спуститься там просто еще и и подняться наверх а есть возможность давайте посмотрим что здесь а здесь не ничего странным ноги давайте тогда наверх это коридор хитрый вроде там в конце что-то подобное это платформа нам похоже как бы нам можно как-то и дальше еще приближать слишком далеко ушел понятненько дубль 2 да что такое не совсем я понимаю майнушка через что 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 меняется что к чему приводят мои действия ну поставил я сюда товарища открылась эта дырка в полу теперь я могу как бы пройти под землей но какой момент статуя это наша остается в любом случае здесь поп гляньте там неровно дышит он к этому духу куда ты полетел иди туда вандершмяк все-таки название нам конечно можно его изменить но изначально лихо 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 и не придумали наверное вот здесь установить нашу статую потом стать потом подняться наверх и все тогда получится сейчас она упадет вниз а теперь мы сможем перебраться вот решена загадочка я думаю дальше в том же духе я думаю дальше в том же духе иди сюда так а там у нас внизу еще был проход а друзья вот и все теперь у нас есть быстрый спуск мы вернулись когда назад так теперь если мы конечно упадем либо просто мы можем вернуться на начало гораздо быстрее а я думаю сейчас взорву на мосту сначала эти преграду а потом нужно посмотреть где была эта точка где не мог подняться по балке а это как раз то же самое место и оказалось чего ты такое мы сможем наверное использовать вот эти печати ранее не доступны бить его или бить сколько мест теперь может быть посещено путник в пустоте позволяет смерти создавать два портала на особых поверхностей сквозь которые он может манновенно перемещаться замечательно замечательно нажмите 2 чтобы создать провал на поверхности создайте два провала чтобы открыть проход через них это круто серьезно я ждал этого давно ухты она нам еще и прикольно то что в том портале есть изображение не просто не просто ну теме не знаете как то есть не просто такую поверхность типа портал а именно крутят как бы ты видишь по сути куда ты попадешь там одни перья полетели и как немного странно у ангелов когда перья темные а когда я победил полетели чуть светлых странно странно это невозможно а может он так получил что аж подобрел тот ангел и куда нам теперь ну я думаю вообще немного по-другому будет работать портала не прям так что ты нажал ну то есть тебе самому предстоит устанавливать как в данном случае я думал что будет подошел и он телепортировался в определенное место а тут обыграна таким образом что она еще как загадка а а а я вспомнил там немного ранее был у нас тоже рычаг но только он был опять же в этой зеленой ерунде можно придется вернуться посмотреть что почему так а что дверь за мною закрылась а нежданчик такой капюшон мага сопротивляемость и находимое золото не самый лучший но показатели так что не занимаемся ерундой как наверх подойдите попасть чего тут у нас происходит а бесполезно какое-то действие совершил давайте попробуем еще а гляньте открылся люк и наверно нужно прыгнуть в этот портал и я вылечу там вверх а да нет не сработала схема а как его отключить а я я я я я и 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 вот это другое дело сейчас мы будем улетать и и мы вернулись бы назад но вернулись бы назад серьезно какая-то девица так немного но она немного словно просто появилась и решила ой что я делаю димой пистолет она закрывается крыльями получаю тогда урона так ребята в бой но это но и и и и и и и и саббатона каким-то образом можно на и наверх попасть надо найти только взрывающийся как да что ж ты не попадешь ни как у него а могли бы чего-то и положить тут я вот этот забегал за эту стену на дальше попал я на эту платформу а пардон ослана к ней не приметил как обычно бывает карающий секира в карман где где сундук ага вот он где ранее мы его не находили здесь сапоги ангела смерти обугленный совет потребовал чтобы лучшие небесные кузнецы выковали доспехи для черных садников в благодарность за их вклад в сохранение равновесия сапоги ангела смерти защищают носители позволяют быстрее восстанавливать здоровье ярость пойдет наплечники ангела смерти то же самое с наплечниками быстрее быстрее они восстанавливают здоровье ярость доспехи ангела смерти защищает носители позволяет быстрее здоровье ярость перчатки ангела смерти короче это комплект комплект найден давайте попробуем переодеть чем будет круче наверное где там этот шмот да посмотрите сколько показателей в плюс защита здоровье здоровье регенерации ярость регенерация правда шипы критический урон и сила но но а улучшить нет лучше скормить никакое оружие нельзя они просто желтой рамкой отмечены я думал что сработает эта схема перчатки ангела смерти опять же многие показатели они улучшают так что прям прям я доволен наконец-то попалась читает что действительно достойная так у нас еще и глава книги мертвых собрано нужно будет обязательно передать это в ульгриме ну чтож и наплечники надеты ну круто смотрится на плече такой грифон солидный было еще найдено у нас крающая секира но мне кажется уступает она вандер шмяку хотя тоже оружие достаточно серьезно да ну что ж ты взял получился вот таким образом мы сейчас активируем хитрым хитрым образом сработала схема работала интересно от сета также убрать или мы найдем просто бомбу я не могу привычка у него не договаривать я не могу не сказал бы там я не могу нести а то просто я не могу и догадывайся сам чего он там не может где-то камень ага вот она мистический камень получим так это вход внутрь а ну-ка 5 секунд там я видел можно и вниз было спуститься дайте заглянем что нужно создать заряженный портал и мы только нужно с нами наверняка чтобы отсюда вылететь открытие все-таки эти ворота и скорее всего наверху будет у нас врача или в комнате там наверху в комнате так неожиданно мне кажется я понял сделать разделитель духа нужно активировать один сюда один товарищ сюда нормально а мы сразу не нужно ты больше ничего 20 он сразу вернулся в свое обычное состояние окей куда куда дальше наверх но мне кажется я тут немного попускал там можно было раньше там еще с рычагами по взаимодействовать может быть может быть вернемся а может быть и нет посмотрим что у нас тут дальше ожидает опять это черная жижа которая забирает моментально здоровье это куда ведет тропа никуда и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, все, ребят... Это все не то... Единственное, тут у нас где-то камень еще... Давайте попробуем его подобрать... Ну вот, пожалуйста... Припрятали его... О, так тут и сундук... Как я его так не заметил... Карающие серпы разряда... Тоже, видать, бесполезное... В нашем случае оружие... Спокойно... Карту... Карту... Включите мне карту... Но мы тут практически все посетили... Кроме вот этого... Участочка... В подвале... Возможно... Возможно где-то дальше мы сможем туда попасть... Ну, такое вот чувство, что я что-то прозевал... Оно меня не покидает... И я поэтому пытаюсь тут... Осмотреться... Ладно, ничего не вижу... Все, бежим дальше... А, подождите, куда бежим-то... Наверх точно... Вот здесь я еще не был... Ух ты... Ты кто такой? Стоять! Мы активировали, получается... Один... Водопад... И остался еще второй... Тогда мы сможем убрать эту жижу на главном входе... И продолжить свой путь... Не помню, чтобы... Ух ты... Ту... Немного! Ты вовлый Куру! Крутилип! Афи-ки! Ух ты! Вставай! Там! внизу я просек сундук но к нему так просто не попасть в одной той стороне лежит у нас кактус как бомба нога наверху запрятая дверь придется так 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 что за шум слышите где-то здесь камушек припрятан явно заперто возможно с той стороны двери тогда вернемся немного попозже сюда ага а вот он серьезный как перец вы-то поросший ангел как вот как его зовут оскверненный сокрушитель получит удар воронами из пистолета первый серьезный враг ну против вандершмяка никто не устоит а теперь он еще и не один это тоже не проблема да я нажимаю кружок мочи его ну-ка ребятки мне нужна ваша помощь ой 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 зачем же я зачем же я нажал эту комбинацию если противник был уже практически повержен случайно клацну но ничего зато мы посмотрели на смерть во всей ее красе где-то сундучок где-то он припрятан но где-то где-то не здесь это обойти возможно ладненько вернемся мы за этим сундуком немного позже и снова снова этот товарищ который умеет телепортироваться страница книги мертвых зачет зачет 3 уже собрано но это уже третье мы мы третья глава мы уже собираем они первый раз голову и 3 и 3 конечно тоже хорошо страниц правда еще 7 нам нужно найти 2 спуск так что тут что тут нужно нам а Ничего не завалялось тут на окраине. Да, вроде нет. Ну тогда бежим наверх. Хм, опять же, не все так просто. Придется нам тут покрутить эти вензии. Иди сюда. А вот и на сундук, который я ранее засек на карте, он на той стороне. Ну, вижу я спуск. Обязательно, обязательно туда попадем. Это что такое? Угу. А это короткий путь. Тут у нас еще и реликвия Риногота завалялась. Сразу я ее не подобрал. Ну окей, давайте вращать. Вот эти вензии. Ага. А тут загадочка, видать, на время будет. Ну я приблизительно понял. Нам нужно будет... Вот этот телепорт активировать. Или нам нужно будет использовать вообще разделитель духа. И чего я добился? Отлично. Продолжение следует... Сейчас мы что-то придумаем. Продолжение следует...